Хочу вас расспросить о том, что происходит в Брюсселе. Это, пожалуй, в вопросе усиления нашей армии самый важный аспект. Там сегодня проходит встреча в формате «Рамштайн» на фоне начала наступательных действий Украины. На этой встрече союзники сосредоточатся на том, чтобы обеспечить функционирование поставленных систем вооружения. Об этом заявил генеральный секретарь уже НАТО Йенс Толтенберг. В ходе общения с журналистами перед заседанием в формате «Рамштайн» он также отметил, что союзники НАТО уже начали обучать украинских военных на самолетах F-16, что дает возможность предоставления самолетов Украине. Господин генерал, что мы можем сказать об этом «Рамштайне»? Я так понимаю, что, как правило, все решения уже принимаются до этого. «Рамштайн» такая формальная уже часть. Ну и, конечно, само заявление прорывное про то, что наши пилоты уже обучаются. Неужели есть сдержанный оптимизм, что мы F-16 можем получить, возможно, несколько раньше обещанного? Я думаю, да. Обучение началось, хотя наши относительно официальные источники говорят, что где-то к лету так, наверное, хочется в первую очередь американцам по известным причинам, чтобы не пренапрягать вопросы, связанные с эскалацией. Ну и вот где-то в таком русле. Однако мы видим, что и Ян Столпергер, и министр обороны Нидерландов, ряд других, они в своих интервью оговаривали, что учеба уже идет. Поэтому важно теперь, каким образом, где и на какие самолеты. Относительно F-16 уже разговор давно и имеет место уже обучение. Однако сегодня должны более детально отрабатываться вопросы, связанные с тем, что 8 стран, которые согласились часто в этой авиационной коалиции, будут определяться, и как показывают подходы, информация вокруг этого вопроса, не только по типу F-16, а и других типов. Ну, например, F-A-18, которые есть в Австралии, и в принципе Австралия, Австралия, Канады, Финляндии, Испании. Например, Канада предлагала нам этот самолет еще в 2014 году, на всякий случай. Вот. Ну, говорят, что тогда не было денег даже на аккумуляторы, на бронетехнику. Куда-то они подевались до 2014 года, и поэтому разговор дальше, значит, по самолетам не пошел. Так вот, это достаточно сложный вопрос, потому что обучение – это не только пилоты, а это технический инженерный состав. А в перспективе, вернее, уже эта работа проводится, значит, связанная с подготовкой аэродромов, потому что разные требования, более, скажем, нежный F-16 с точки зрения взлета, посадки на наши аэродромы, и не только аэродромы, которые, значит, в результате военных действий, ну, не всегда соответствуют. Их надо поддерживать, естественно. Противник отслеживает, и мы знаем, что за последние пару недель наносились удары из военных объектов по многим нашим аэродромам. А также F-16, F-18, который штурмовой, который с авианосцев. Вот. Я бывал, когда они взлетали и садились на американских авианосцев, специально, значит, изучал эти вопросы на нем, как и что это делается. Там более мощное шасси, у него два двигателя, это, значит, более надежный самолет по сравнению с F-16, но он более мощный, значит, вооружение больше он может нести и так далее. Но не только, значит, те страны, которые в этом участвуют, интересны нам и шведский Гриппин, и шведы заявили про обучение, и там Миражи французский, Еврофайтер, и даже, может быть, старый немецкий торнадо, который, в общем-то, все равно лучше и современнее, чем наши советские, значит, самолеты, которые у нас сейчас находятся. Поэтому, как мы видим, аспект достаточно широкий. Это не лучшим образом при дальнейшей эксплуатации, но с учетом, я с вами соглашаюсь, скорости поставок этих вооружений для того, чтобы поднять наш потенциал авиационный, который будет додавать как бы и в средствах противовоздушной обороны, а также в средствах вооружения наземных целей противника, как стационарных, так и двигающихся. Мы видим это, как важно, и на оборонительных действиях сил обороны Украины на востоке страны, и видим, как необходимо было бы это во время наступательных действий на юге. Кроме того, в Ранштайме будут рассматриваться хабы ремонтные. Это тоже принципиально важный вопрос. Опять-таки, по результатам видения боевых действий выходит из строя техника, вооружение, бронетехника. Ее надо ремонтировать, причем надо это делать быстро. Поэтому на ближайших наших странах, союзников, будут такие предприятия строиться. И уже часть из них работает определенным образом, но эти усилия надо наращивать. Кроме того, конечно, будут утверждаться, скажем таки, расходные потребности Украины. Это потому, что обеспечить необходимыми, имеясь в виду боеприпасами, ракетами, те же зенитно-ракетные комплексы, те же системы залпового огня, которые уже есть в Украине, и которые большая потребность боеприпасов такого рода системы. Вот по Рамштайну где-то так.